Раз. Это мой тренер Кира Витальевна. Без нее не обходится ни одна вообще. Тренировка наследит, чтобы я все правильно делала, чтобы считала все правильно. Раньше о таком можно было только мечтать, а сегодня по чутким контролям младшей сестренки Соня делает приседания в несколько подходов. Упражнение необходимо для укрепления мышц и разработки суставов, объясняет девочка. Занимается в майке с портретом президента. Шутит, это дисциплинирует. Сегодня девочка хоть и не тверда, но на ногах стоит. Ходит в ортезах, опираясь на палки. Каждый шаг дается с трудом, но по квартире Соня уже передвигается без посторонней помощи. Вот тут я сплю, а тут моя коллекция кукол. Но это не вся еще предложение в зале. Диагноз ДЦП Соня поставили в младенчестве. Болезнь приковала ее к инвалидному креслу после прививки. Множество операций, призванных поставить ребенка на ноги, результата не принесли. Но упорству девочки и стремлению жить, как все, можно позавидовать. С шести лет Соня начала петь, чуть позже занялась большим теннисом на колясках. Но мечта научиться ходить не покидала ни на минуту. Именно это и сподвигло девочку дозвониться до президента. Я очень хочу хоть чуть-чуть ходить. Я стараюсь. И мне очень необходим тренажер. Он в комплексе. Беговая дорожка и в нем много всего. Мы не можем такой купить. Он стоит где-то 20 тысяч. Реабилитации у нас в области тоже нет. Моя мама старается делать мне операции. Но нужны тренажеры. Помогите мне. Я очень хочу ходить. Люблю вас. Ваша Соня. Пока. Софишка, не беспокойся. Это не тот вопрос, который требует особых усилий. Мы безусловно этот вопрос решим. Даже не беспокойся. Желаю тебе скорейшего выздоровления. И я вижу, что по характеру это такой человек, который будет бороться и добьется результата. По поручению президента Соне привезли тренажер, а спустя две недели пригласили на лечение в Германию. Кто его оплатил, а сумма для семьи Сони неподъемная, неизвестна до сих пор. Мы даже не знаем, кто вообще нам помог. Потому что мы первоначально думали, что это страховая компания, но нам сказали, что мы вообще тут ни при чем. Но тот человек посчитал нужным остаться неизвестным. Поэтому мы безмерно благодарны. Один ли он, двое, сколько, неважно. Мы молимся постоянно за этих людей и благодарим. Немецкие врачи сразу начали занятия. Упражнения на прокачку ног и спины, разработка суставов, тренировки на уникальных тренажерах. Передовые технологии помогли Соне сделать первые шаги за считанные дни. Что символично, результаты появились в День Победы. Врачи очень удивились. Как раз 9 мая они пришли. Я такая, сейчас я ему что-то покажу. Я встала, начала приседать. Они такие, вот это да. Это я говорю, еще не все. Я убрала руки и пошла. Они там вообще чуть не упали все. Тренировки Сони начинает с самого утра. Работает по программе немецких докторов. Уже научилась подолгу стоять без опоры. Следующая цель – ходить без палок. Я сейчас хочу, когда в следующий раз буду выступать на сцене, чтобы я сама вышла. Это сейчас моя главная, самая мечта. Это я очень хочу. Чтобы я пела стоя. Следующая моя цель, конечно, научиться танцевать. И чтобы я на сцене не только пела и про то, что я хочу танцевать, но и танцевала. Подаренный президентом тренажер Соне больше не нужен. Девочка хочет, чтобы он помог встать на ноги и другим детям. Для этого родные Сони планируют арендовать гараж и установить туда не один, а несколько тренажеров. Доктора, который готов бесплатно заниматься с детьми, и того, кто предоставит помещение, уже нашли. А сама Соня по окончании школы собирается стать юристом, чтобы в будущем защищать права инвалидов. Алина Чемерис, Константин Головин. События.